Смотрим фрагмент А теперь в замедленном темпе Стоп! Вот сейчас вы видите игрока с мячом Игрока команды щита Которая будет отдавать мяч вот этому партнеру И вот самое главное Как он ему отдаст этот мяч Да, он отдаст ему этот мяч И его партнер примет мяч Но такая передача равносильно срыву атаки Равносильно срыву атаки Почему? Сейчас вы увидите Обратите внимание Как будет бежать вот этот его фланговый партнер Два раза его подчеркиваю Будет ли он притормаживаться Не будет ли он притормаживаться Как будет сделана передача В ноги или на ход Обратите на это внимание Давайте посмотрим, что будет дальше Стоп! Но вы увидели Как партнер на фланге Не то что остановился А вынужден был остановиться И развернуться лицом К передающему Чтобы хоть как-то там принят этот мяч Собственно говоря, дальше Меня эта ситуация совершенно не интересует Что там будет дальше Главное я сказал Вы знаете, когда-то я написал статью Под названием Трагедия одного дециметра Так вот Футбол 22-23 века Это будет трагедия одного дециметра Вот такая вот передача Будет считаться грубейшей ошибкой Которая только может быть Вот и все по этому эпизоду Смотрим фрагмент А теперь в замедленном темпе Стоп! Ребята, вот сейчас Вот этот вот парень Футболист команды Сахалин У него мяч в руках Он сейчас будет вбрасывать По прокрутке этого эпизода В нормальном темпе Вы уже видели Что мяч этот будет послан Куда-то там далеко Непонятно куда И совершенно глупо передан в борьбу То есть никакой там адресной передачи не было То есть называется бей-беги Или вперед куда подальше Давайте обратим внимание Сколько на фланге У самой бровки Я подчеркиваю У самой бровки Сколько Сконцентрировалось игроков обеих команд Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Тринадцать человек Это у самой бровки Несколько человек Отстоит чуть подальше Это еще три Это уже шестнадцать человек То есть без четырех человек Без четырех футболистов Здесь собраны обе команды У самой бровки Ну понятно, где мяч, там и все Вот как будто бы медом намазано И кое-кто прилетел на этот мед Я не знаю, как для вас Для меня жутко смотреть вот эту всю картину Ну раз уж собрались там все на этом фланге Ну парень Ты же не мальчик двенадцатилетний Ты достаточно взрослый, крепкий мужик Неужели ты не можешь бросить хотя бы на пятнадцать метров Ну выбрось ты мяч вот этому своему партнеру Но этот партнер уже отворачивается Да, прошу прощения Вот этот партнер Я его подчеркиваю Он уже отворачивается Он даже не надеется, что ему там будет сделана передача Хотя он мог бы выйти вот в эту точку Да Вот Ну или этот хотя бы вышел в эту точку Не важно Важно другое Что с помощью вот этих двух футболистов Особенно вот с помощью этого футболиста Можно было бы выйти из этой полосы Дальше передача вот этому парню Вот этому я его подчеркиваю И полноценная атака Поле пустое Пустыня Беги сколько хочешь Сколько хватит мощи, скорости и так далее Ну зачем же терять такую возможность И отдавать мяч в борьбу Ну для меня это просто дико У меня все по этому эпизоду Смотрим фрагмент А теперь в замедленном темпе Стоп Вот сейчас Футболист, который находится У сектора углового флажка Будет подавать угловой Давайте посчитаем Сколько игроков Сахалина Находится На половине поля соперника Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять По-моему там девятый десять Короче похоже что все А если все То разумеется Что за спиной у этого футболиста Уже Красных футболистов нет То есть игроков Четы тут нет Следовательно Их тут Где-то десять Да Вот мне просто интересно было Посчитать Ну ладно Я тут не четко вижу Поэтому не могу всех посчитать К чему я это все веду Я уже не говорю о том Что футболисты Четы Не оставляют в центре никого Для осуществления Возможной контратаки Все находятся В своей штрафной площадке В каком-то паническом состоянии Думая что чем больше игроков Будет в штрафной То тем безопаснее Для них будет ситуация Ошибается ребята Но не хочу я об этом говорить сейчас Давайте посмотрим На расположение игроков При розыгрыше этого углового удара Я как всегда упоминаю О зоне выноса мяча Я всегда упоминаю О сквозном пролете мяча В зоне выноса мяча Есть только один футболист Вот я его вижу Он где-то недалеко по центру Ну не явно выражен Еще один на левом фланге Ну практически так Чтобы серьезно кто-то стоял Вот здесь Этого нет Да и этот случайно здесь оказался Поверьте мне Точнее я не могу Я не поверю Что этот футболист Сознательно держит зону выноса мяча Хотя могу и ошибаться Конечно Но скажите мне А где здесь тогда игрок? Почему на правом фланге Нет игрока Который блокирует Вынос мяча Вот на этом фланге Почему его здесь нет? Ну ладно О блокировке сквозного пролета Я уже не говорю Это не выполняется ни одной из команд Ну наверное они умнее меня Это их дело в конце концов Так вот этот эпизод Ярко показывает Что значит Не ставить футболиста Трех футболистов В зону выноса мяча В частности Вот сюда На правый фланг Сейчас вы в этом убедитесь Продолжим Что же будет дальше? Стоп Вы видите Как на всех парах игрок Который стоял вот здесь Где-то здесь Да Он на большой скорости Бежит сюда А почему? А потому что мяч летит сюда В эту точку А если бы здесь был И его партнер То он бы спокойно Принял мяч И с лета бы Расстрелял ворота Соперника Но здесь никого нет Поэтому этот вынужден Делать рывок Чтобы попытаться Что-то там придумать Что он там придумает дальше Мне это совершенно не интересно Я даже не хочу Прокручивать эпизод До конца Факт тот Что я вам показал Наглядно Практически показал Что значит Не контролировать Зону выноса мяча Или зону добивания Называйте как хотите У меня все Смотрим фрагмент А теперь в замедленном темпе А теперь в замедленном темпе Не важно какой команды В данном случае Игрок команды Сахалин Вбрасывает мяч За боковой линией Вот этот игрок Я его подчеркнул Он сейчас чуть сместится сюда Ну для того Чтобы предложить себя Потому что здесь соперников Нет вообще Нет Игрок с мячом Принимает Из всех возможных вариантов Он принимает Самое глупое решение Он передает мяч в борьбу Куда-то на фланг Ну в результате Вот когда вы смотрели Прокрутку этого сюжета С нормальной скоростью Вы видели Что мяч там был выбит Куча рикошетов И в конце концов Мяч снова оказался У центральной полосы Зачем это делать было Я этого не знаю Для меня это высшая математика Ну наверное Ребята из Сахалина Круче меня И знает что делают А тем не менее Давайте все таки посмотрим Что будет дальше Стоп А вот теперь Как вы увидели Вот этот вот игрок Открылся Предложил себя Но вбрасывающий мяч За боковой Не обращает на него Никакого внимания А тем не менее Если бы ему был отдан мяч Да А вот этот Его партнер Сделал бы рывок вперед То разумеется Увел бы и вот этого соперника Вместе с собой Эта парочка Ушла бы сюда Где-то метров там На семь допустим Да И вот это пространство И вот это пространство Было бы абсолютно Свободным Вот это вот все пространство Парень который получил мяч Игрок которого Вот я сейчас показываю Да Он бы спокойно Развернулся Отдал бы мяч Приблизительно в эту точку Накатил бы мяч Накатил бы мяч Центральному Или нет Да Центральному защитнику Скорее всего Он бы набежал И расстрелял Ворота С 35 метров А вот эти вот Его товарищи По команде Могли бы сделать И рывочек На добивание Я думаю Им бы было бы Это полезно И команде В целом Это было бы полезно Но Естественного Эффективного Хода развития Атаки Я не вижу У меня все Смотрим фрагмент А теперь В замедленном темпе Стоп Обратите внимание На вот этого игрока На этого игрока И на этого игрока С мячом Игрок с мячом Сейчас Принимает решение Либо отдать мяч Этому игроку Что было бы Естественно Но только удар Пас этот Нужно было бы Сделать пожестче Либо отдать мяч Этому игроку Либо самому Продвигаться вперед Давайте посмотрим Что будет делать Игрок с мячом Стоп Ребята Вот скажите пожалуйста Вот у этого игрока Был мяч Он сейчас Отдает своему Партнеру мяч Пас не очень Жесткий Скажи мягко Обратите внимание Вот это вот тройка Игроков Сахалина Взяли его В коробочку Сразу Ну ему что Ему ничего не остается Обработать мяч Он не успевает И поэтому В одно касание Отдает мяч Неизвестно куда А тем не менее Он мог отдать мяч Вот этому партнеру Тот бы подошел Взял этот мяч Этот партнер Отошел бы сюда Предложил бы сюда Убровки Ну и как Такая атака Развивалась Зачем Вот это Делать пас Кому он нужен Что это За мания Отдавать мяч В борьбу Я уже это вижу Я не знаю Сто пятидесятый Или тысячу пятьсотый раз Постоянно Мяч отдается В борьбу Это что Болезнь такая У футболиста Мне вот Непонятно Это совершенно У меня По этому эпизоду Все Смотрим Фрагмент А теперь В замедленном Темпе Стоп Вот сейчас Игрок команды Сахалин Вот только что Производит удар Куда он Производит удар Не имеет значения Ну в принципе Вы видели Вы видели При прокрутке С нормальной скоростью Вы видели Что он ударил В правую от вратаря Угол Вратарь Выпрыгнул И парировал Это туда Скажите мне Пожалуйста С какой точки Удобно Удобнее Стрелять по воротам Вот с этой С которой Пробил игрок Или вот с этой Как вы думаете То есть Ну буквально С двадцати двух С двадцати трех метров Обратите внимание Никого Вот я показываю Никого В радиусе Десяти метров От этой точки Никого нет Ну С чем же нужно Думать Что нужно О чем нужно Думать Я вообще Не знаю Не отдать пас Вот этому партнеру Чтобы он Расстрелял ворота Может быть Эти ребята Вот я Этого два раза Подчеркнул И этого два раза Может эти ребята Между собой Не дружат Ну может быть Тогда это Как-то Объясняет ситуацию Но это опять-таки Не красит Команду в целом Потому что Если в команде Кто-то с кем-то Не дружит Или кто-то Косится на кого-то То это уже Не команда Это уже Извините Я не хочу Даже давать Определение Такой команде Команда Должна быть Единым Монолитом Духовным Монолитом Нравственным Моральным Каким угодно Монолитом Это команда Это коллектив Единомышленников Где взаимовыручка Это обычное дело Ну Я ничего не хочу сказать Возможно Эти ребята И очень в хороших Отношениях Но почему Тогда Бьющий Не отдал Мяч Своему Вот этому Партнеру В центре Мне Совершенно Непонятно Больше Ничего По этому Эпизоду Говорить Не буду Ну И Ну Давайте Ладно Давайте Прокрутим До конца Ну Вы увидели Что мяч Вратарь парировал И никакого Толку С этого Удара Не было И вообще Как можно Бить с угла Если есть Возможность Ударить Прямо Перед Воротами У меня Все Смотрим Фрагмент А теперь В замедленном Темпе Стоп Вот сейчас Вы видите Как игрок Соколина С сектора Углового Флажка Набрасывает Мяч В штрафную Обращаем Ваше Внимание На то Что Зона Добивания Или Зона Выноса Мяча Как всегда Пустая Здесь Никого Нет Там Тоже Не просматривается Никого Кто бы блокировал Сквозной Пролет Мяча Но не царское Это дело Я понимаю Давайте Посмотрим Что Ж Будет Стоп Вот только что Мяч Ударился Вот в этой Точке Вот Если бы Здесь Был Игрок Сахалина А он Должен Был Быть Здесь Он Был С лету С лету Нанести Удар А когда Наносится Удар С лета То его Крутизна В два Раза Больше А может Быть Даже В три Раза Больше Обычного Удара Такие Удары Парировать Вратарю Крайне Сложно Но здесь Никого Не было Что я могу Сказать Вот на этом Я заканчиваю Комментарии игры Команды Сахалин И команды Читы Что мне сказать С техникой У команд Проблемы Разумеется Есть С чтением Игры Очень Большие Проблемы Я На эти Проблемы Указал В своих Многочисленных Комментариев Разных Эпизодов Если команды Сделают Выводы Слава Богу Не сделают Это их Священное Право Меня это Волнует В 35 Очередь У меня Все Если ролик Вам понравился Ставьте лайки Буду признателен Если поддержите Канал Финансово Номер карточки Есть под каждым Видео Подписывайтесь На канал Впереди Еще много Интересного Неожиданного И эксклюзивного Если ролик Вам понравился Ставьте лайки Буду признателен Если поддержите Канал Финансово Номер Карточки Есть под каждым Видео Подписывайтесь На канал Впереди Еще много Интересного Неожиданного И эксклюзивного